Приветствую вас. Если говорить о какой-то такой вот отдельной проблеме, которую я вижу, то ей может быть то, что вы хотите замуж раз и навсегда, то, что вы хотите серьезных отношений, но по факту, по вашему описанию, получается, что вы не совсем устраиваете эти самые серьезные отношения. По факту получается, что вы устраиваете чисто такие отношения к интернету. Дело не в том, что вы быстро нашли другого мужчину. Дело в том, что у меня очень четко складывается такое впечатление, что вы взаимодействуете с мужчинами только как женщина, но вы не взаимодействуете с мужчинами на уровне личности. И такое ощущение, что ваши отношения, они достаточно односторонние. То есть, как может быть, ага, мужчина и женщина, вы подходите друг другу хорошо, но как только речь заходит про, например, такую историю, как... доверие, глубина отношений, ну, глубина взаимодействия, вот, разносторонность этого самого взаимодействия. Вот, как только речь заходит об этом, мне кажется, что здесь сразу начинается трогаться. Вот. Я бы сказал, что у вас есть в какой-то степени родительская позиция, потому что вы перекладываете ответственность за ссоры и конфликты в отношениях только на мужчину. Вот, вы говорите, что... Вы пишите, что летом отношения были очень плохие. И... Я предупредил его, что если будет продолжаться, так то мы... Мы расстанемся, но, простите. Что значит, было плохие отношения раз? Какой бы ваш вклад в это? Два. Вот. И почему вы считаете, что делать только вы мужчина? То есть, ведь вы же тоже ответственны за то, что отношения плохие. Вот. По факту, вы... Вы прямо говорите, не говорите, что... Что вы ссоритесь. По факту, вы прямо говорите, что у вас, ну... Как бы, конфликты. А в конфликтах всегда участвует два человека. Поэтому... Здесь вот момент такой. Помимо вышеперечисленного, вы такое... Такое чувство, что не замечаете своего участия и своего вклада в проблематику отношений. Вот. Возможно, что в какой-то степени вам это и идёт на пользу. Например, что, ну, мужчина пытается вас вернуть и так далее. Ну, а в этом есть экстра и пассивность. Потому что вы говорите, что там... Вас забрали к себе и так далее и так далее. То есть, это... Тоже... Достаточно... На мой взгляд... Показательный момент, что вы позволяете там... Мужчине, образно говоря, себя забирать. Вот. Ну, вы же... Всё-таки не вещь, чтобы вас забирать. Вот. Поэтому... Подобная пассивность, на мой взгляд, идёт вам не на пользу. Как минимум. Вот. Конечно, вы молодец, что обратились. Ну, что... Что... Порекомендовали... Мужчину... К психологу пойти. Но... Что здесь... Пожалуй... Важно... На что... Важно обратить внимание. Это... На то, что... А... Вы говорите, что вместе пойдём. К психологу. Но при этом... Как бы... Ага... К психологу идут в том случае, когда... Люди готовы... И... Хотят меняться. Да? Если... Если люди... Хотят меняться... Если люди... Готовы меняться... То... Они идут... Собственно... К психологу. Вот. А... Не очень понятно... В данном случае для меня... По крайней мере... Хотите меняться... Меняться... Вы. Вот. Потому что... Если... Нет... Если... Вы... Не хотите меняться... Или... Если... Вы... Допустим... Чтёте... Перемен... А... Только... Ну... Это... Как... От... Мужчина... Своего... То... На мой взгляд... Это... Далеко не лучший вариант... Для налаживания... Отношений... Потому что... А... Человек... А... С вами... Ну... По сути... Будет... А... Практически... Всегда... Чувствовать себя... Каким-то... Вы знаете... Ну... Виноватым... Вот... Чувствовать себя крайним... Это... Не добавляет... А... А... Плюсов... В отношениях... Вот... А... Реакция... Вашего... Мужчина... На... То... Что... А... Вы... Были... С... Другим... Человеком... А... Тоже... Весьма... Интересно... На... Мой взгляд... А... И... Р... Ревность... А... Человека... Может быть... Как... следствием... Его... Собственной реакции... То есть, ну... Следствием... Того... Что... Человек... Ну... Сам по себе... Да... Такой... Вневник... А... Может быть... Следствием... А-а... То... то есть такие отношения выстреливы, если вы на действуйте, например, только гендерами, ну только своими гендерами, то есть только мужская и женская модель поведения. Поэтому здесь я бы сказал тоже нужно смотреть. Следующее, ну довольно сложно не обратиться внимание моё на то, что вы говорите про желание серьёзных отношений, про то, что вы требуете от человека серьёзных отношений, но при этом, при том, что вы требуете от человека серьёзных отношений, как-то быстро вы нашли себе другого мужчину, при том, что ему сами же вы говорили, что он единственный. Да, это верно, что вам не нужно ждать кого-то годами, это верно, но это говорит не о серьёзности и не о направленности на брак, это говорит о чём-то другом. Вот это, например, может говорить о том, что вы не хотите быть в финале. Это может говорить об этом. Это может говорить о том, что вам нужно, чтобы, ну, вам нужно мужское внимание. Это может говорить об этом. Но нужно это учить и признавать. Представайте эти ваши состояния. Потому что до сих пор мне кажется, что вы этого избегаете. Я могу ошибаться, безусловно, но вам не видится так. Такой аспект не видится, если я должен вам на него обратить внимание. Вот. Дальше. Вот вы спрашиваете, как быть в нашей ситуации? Как быть в вашей ситуации, я не знаю. А сейчас общаюсь только с вами. А как быть в своей ситуации, я могу задать такой вопрос, чтобы что? Как быть в этой ситуации, чтобы что получить? Может быть. Может быть. Вот. Вот. Вот вы себе об этом спросите. И сорвется нам ответ на этот вопрос, чтобы что? Как быть в этой ситуации? Я думаю, я думаю, что станет опромыточкой. Я бы, конечно, предложил бы вам, ну, для начала, разобраться в своих чувствах, в своих желаниях, в своих состояниях. Вот. Чтобы не путаться. Мне тоже кажется, что несколько вы путаетесь, а несколько вы подменяете одно понятие другим на другим. И мне бы этого очень не хотелось, чтобы так было. Вот. Поэтому я бы начал с этого. Вот вы говорите, что предложила пойти к психологу. Хорошо. Но вам самой нужно обратиться к психологу. Есть разница между, например, индивидуальной терапией и парой. Терапией парой. Вот. А индивидуальная, действительно, может быть терапия, а парой это семейное консультирование. То есть терапия не происходит как таковой. Поэтому именно для ваших собственных изменений, если вы хотите именно их изменений в своих, если вы хотите свою жизнь изменить, вам нужна индивидуальная, личная терапия. А если вы хотите чисто гармонизировать своих отношения, то для этого нужно именно семейное консультирование. Вот. Ну как бы вот такая вот разница и такая дифференциация имеет место быть. Поэтому в зависимости от того, что вы хотите и нужно идти. Но в любом случае, в любом случае, чтобы изменения были, нужно быть готовым меняться самым. Понимаете? И для этого нужна личная ответственность. Если вы говорите, что девять лет вы встречались с человеком, девять лет вы встречались с человеком и сходились-расходились с ним. Ну иными словами, что я думаю, что у этого есть некоторая система и у этого есть ваш вклад в подобную, ну в подобную ситуацию, в подобное положение вещей. Есть и его вклад безусловно, но поскольку работаем в данном случае пока что мы с вами, то говорить нужно только про ваш вклад. Вот. Ну и соответственно, в этом направлении, я думаю, и нужно двигаться дальше. Вот, пожалуй, такой ответ я могу вам дать. Ну, это всё. Я надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, это было интересно для вас. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.